Всем огромный привет! Сегодня я хочу снять видео, как делать флеш-тату. Как видите, у меня очень много вариантов. Я закупила, даже купила вот такой вот флеш-тату, который делается на плечо, либо на спину, имитирует настоящую татуировку. Я думаю, для какой-то фотосессии использовать такой вот экстравагантный вариант. Я татуировки не делала себе пока что, но как-то не могу сказать, что руки не доходят к кресиву, просто нет желания, если сделать татуировку. Все-таки, знаете, мода меняется, а потом через несколько лет она мне не понравится, потому что человек переменчивый, и придется уже ходить с ней всю жизнь, либо потом удалять, а когда удаляют все равно, что равно остаются. В общем, я очень рада, что появились такие вот переводки, поэтому я могу все экспериментировать и каждый день меняться. Ой, вот это вот мне так нравится, такая флеш-татушка. Я просто ее видела, наверное, только в одном месте на Алиэкспрессе, хотя, может быть, сейчас уже их больше стало, но раньше только в одном. Я так ждала, когда она придет, вот даже ждала, сейчас буду делать ее. Ну и вот это вот, такая вот необычная, это я сделала на спинку себе, но сейчас у меня такая одежда, что я не смогу показать на теле, где я буду делать, а вот на руках обязательно покажу. Итак, чтобы сделать флеш-тату, много не нужно. Нужно, в первую очередь, чтобы были ножницы, нужна посуда и губочка. Потом нужно выбрать какой-то элемент, который вам нравится, вырезать его, и делать следующий шаг. Так, я уже вот повырезала разные такие вот кусочки. И сейчас что нужно? Нужно всего лишь взять, оторвать верхнюю защитную пленку, выбрать участок тела, на котором будет флеш-тату. Я, наверное, думаю, что вот такая вот штучка будет красиво смотреться. Красиво смотреться. Ну, допустим, вот здесь можно. Можно вот здесь. Да, наверное, я ее сделаю вот здесь на руке. И теперь нужно ее перевернуть вот так вот, придавить аккуратненько. И с помощью губки вот так вот промазать, чтобы она намокла полностью. Ну, оно прям даже видно становится, вот видите, как прорисовывается рисунок полностью. Эта губка у меня уже второй год проживается на месте всей моей приключения с флеш-татушками. Так. Ну, будем смотреть, что получилось. Та-та-та-дам! Ну, вот такая вот штучка вышла. Прикольно. Еще я вот вырезала уже вот такой вот браслет. Это будет. Я его сделаю на вот этом вот уровне. На другую руку. Тут у меня вот этот вот такой лепесточек. Здесь у меня будет на второй руке вот такой вот орнамент. И две штучки я оставила специально на ноги. На ступни сделаю себе. Вот такие. Вот они идентичные, одинаковые. Ну, сейчас я вам все покажу. Ну, как по мне, получилось просто супер. Я не прогадала. Мне так нравится эта флеш-татушка. Вообще замечательно. Ну, здесь как бы привычно. На руках, на ногах тоже все. Еще есть такой момент. И я часто видела в комментариях под ссылками, там, где продается флеш-тату. Либо в комментариях под моими видео, там, где я описывала, что, там, где я показывала, что я покупаю флеш-татушки на лето. Многие спрашивают, а сколько они носятся, как за ними ухаживать. Значит, отвечаю. Носятся флеш-татушки от 4 до 7 дней. В зависимости от типа кожи, погодных условий и вообще самого орнамента. Что с собой представляет эта флеш-татушка. Как только я замечаю, что они у меня начинают где-то слазить, подколупываться, ну, то есть вид уже неэстетический, я сразу же беру просто обычный скраб, самый, даже, может быть, мягкий. Не какие-то там, знаете, вот есть чистая линия, у них такой скраб с абрикосовыми косточками. Даже не его, а самый-самый простенький. И по тем частям, там, где у меня есть флеш-тату, прохожу скрабом, все. Если вы живете на море, то можно просто в воде песочком потереть. То есть убирается элементарно. Еще, кстати, хотела бы спросить прощение. У меня сейчас очень громко работает телевизор, поэтому на звуки, возможно, какие-то наложения. Всем большое спасибо за просмотры. Если моя информация была полезна, пожалуйста, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok